Здравствуйте! Среда, середина недели. Накоплюсь выпуск новостей из Казахстана. Меня зовут Алексей Рыблов. Президент принял отставку Мажелиса ЦИК, назначил выборы на 15 января. Началось выдвижение кандидатов. Солдаты халифата не взяли на себя ответственность за теракт в Таразе, но вновь озвучили угрозы режиму Назарбаева. Спустя полгода Минтруда вступила в переговоры с бастующими нефтяниками. Примирительная комиссия назначена на 23 ноября. Об этом и многом другом подробнее. То, о чем говорили последние несколько дней, свершилось. Досрочным выбором быть. Соответствующий указ главы государства появился сегодня ночью. Во всяком случае, сообщения информационных лент зафиксированы временем суток, когда большая часть казахстанцев пребывает в глубоком сне. А по утру они узнали о разрешении долгожданной политической интриги, которая муссировалась столько, сколько, собственно, существует этот теперь уже бывший состав депутатского корпуса. Как восприняли новость дня ее прародители, самораспустившиеся парламентарии, в репортаже из Астаны. Служба, объясните нам, пожалуйста, почему журналистов не запускают здание? Мы аккредитованы на сессию, которая не закрылась. Сессия работу не завершила. Можлиц завершил работу, вы аккредитованы в Можлице. Можлиц прекратил свои полномочия. С распуском парламента закончились полномочия и у аккредитованных в Нижней палате представителей прессы. Такое происходит, пожалуй, впервые, ведь сессия продолжает работу, пусть даже в однопалатном режиме. Да и самораспуск уже тенденции и не удивляет ни журналистов, ни самих депутатов. Настроение боевое? Какое еще настроение может? Как сказать, еще на этом жизнь не кончается? Еще будем работать? Последнее заседание Нижней палаты, куда спешили можлицмены, заняло порядка 10 минут. За столько короткое время, со слов самих депутатов, удалось подбить результаты почти четырехлетней деятельности нынешнего состава парламента. Спикер, к слову, оценил работу коллег на твердую четверку. Относительно дальнейших планов депутаты говорили не очень охотно. У всех надежда одна. Следующий созыв, надеюсь, прайки? Глубоко и твердо убежден. Кто пройдет в новый состав депутатского корпуса из нынешних однопартийцев, должен решить съезд Нуратана. Он назначен на следующую пятницу. Сами парламентарии рассчитывают, что не менее половины нынешнего состава может снова и смело занять депутатские кресла. Напомним, именно столько мажорисменов подписались под собственным приговором о самороспуске, испугавшись надвигающегося кризиса. Он стал главной причиной добровольной отставки. И тем любопытнее будет, если эти же подписанты войдут в новый парламент. Впрочем, говоря об отставке, депутаты сегодня предпочитали упоминать другие причины. Вы, журналисты, тоже интересные. С первого дня критиковали, что парламент однопартийный. Что такое? Где демократия? Пожалуйста, пошли на самороспуске, для того, чтобы парламент был многопартийный. В течение предстоящей недели парламентарии должны освободить служебные кабинеты, а до конца года и ведомственные квартиры. Говорили об этом депутаты без особого сожаления. Возможно, потому, что массового переезда как такового не будет. Ведь большая часть депутатского корпуса рассчитывает вновь получить мандаты, а с ними вернуть и все свои привилегии. Жанна Иманалеева, Сакен Айсенов, Астана, Казахстан. Интуиция не подвела Ертасбаева. Как и предсказывал советник президента несколькими днями ранее, новый мажорист в Казахстане появится 15 января. Центральная избирательная комиссия утвердила сегодня календарные планы парламентских выборов. Глава государства указом назначил неочередные выборы депутатов мажориста парламента, избираемых по партийным спискам, на 15 января 2012 года, и депутатов мажориста парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана, на 16 января 2012 года. Выдвижение кандидатов в депутаты стартовало с сегодняшнего дня. Согласно правилам, мажористменами могут стать граждане, достигшие 25 лет и проживающие в стране последние 10 лет. В ЦИКе подчеркнули, принятие решения о проведении выборов в мажорист 15 января полностью соответствует закону, так как не совпадает по срокам с выборами президента и Сената. В этот же день пройдут выборы в Маслехаты. Электронная система голосования Сайлау использоваться вновь не будет. В гонке за место в мажористе могут участвовать все зарегистрированные партии, отметил председатель ЦИК Турганкулов. Кроме одной единственной. Что есть такая партия, никого не удивило. Коммунистическая партия Казахстана не сможет принять участие в выдвижении партийных списков, так как ее деятельность приостановлена решением суда. При этом члены избирательных комиссий, избранные в их составы по представлению Коммунистической партии Казахстана, продолжат свою работу. И уже ближе к вечеру депутаты-могильщики решили устроить прощальный вечер. Об этом еще днем в собственном блоге отписала Мажелесвуман и активная твиттерянка Бахат Сыздыкова. Предупредив при этом интернет-посетителей, что сама лично проигнорирует сие действия. Напомню, депутат Сыздыкова не входит в число 53 подписантов обращения к лидеру нации. Похороны недожившего свой срок депутатского корпуса прошли в развлекательном комплексе «Зодиак», известном среди астанчан как «бывшее казино». Прессу, естественно, не впустили. Более того, охранники заведения запретили снимать даже снаружи. Как развлекались бывшие слуги народа и какие тосты они говорили друг другу по случаю досрочного прекращения своих полномочий, осталось за кадром. Известно лишь, что на мероприятие пришел едва ли не весь состав, теперь уже безработного Мажелеса. Чем запомнится казахстанцам нынешний, не доживший свой срок депутатский состав? Начнем с того, что свежо в памяти. Среди последних законодательных инициатив это, безусловно, самый, пожалуй, репрессивный закон о религии, который представители однопартийного Мажелеса приняли за рекордно короткие сроки, и который, судя по угрозам солдат халифата, уже возымел действие в виде серии терактов. Начало же созыва запомнилось громкими отставками отдельных мажелесменов из числа бывших застройщиков. Ирганат Тайжанов и Виктор Цой сложили с себя полномочия на волне кризиса и громких акций дольщиков. Среди других частых скандалов компромат с порно-роликом, в котором якобы фигурировал мажелесмен Сак Саттопагбаев. Бывший чекист даже был вынужден публично, используя парламентскую трибуну, опровергать свое участие в сие творчестве. Что касается своего всего депутатского корпуса, то он, как, впрочем, и все предыдущие, отличился своим верноподанническим служением в главе государства. Особенно памятный казахстанцам скороспелой поправки в Конституцию полуторагодичной давности, поделили президента Назарбаева статус лидером нации и беспрецедентными полномочиями. А в начале текущего года эти же законотворцы спешно приняли другие инициативы по продлению полномочий президента до 2020 года. Но документ, за который единогласно проголосовали обе палаты парламента, отклонил сам лидер нации. Эксперты же не ждут ничего нового от предстоящих выборов в мажелес. Эта тема настолько набила оскобину за последние дни, что говорить о ней даже смешно, заявил политолог Досом Сатпаев. И все-таки кое-какими наблюдениями и прогнозами участники и наблюдатели предстоящей политкомпании поделились с корреспондентами. Партия власти готова к парламентским выборам, заявляет ее секретарь Ерлан Карин. Попросившийся в отставку на ротановский мажелес по сути расписался в бессилии. Но главный идеолог политорганизации излучает оптимизм. Объясняет, идея о многопартийном парламенте и возможности досрочных выборов взрели давно и неожиданностью стать не должны. Так или иначе, все политические партии в какой-то степени готовы к этим выборам. Тем более, судя по первым заявлениям, которые они сделали на той неделе, они не то что готовы, а даже уверены в том, что займут почетные вторые, третьи или иные места. Гласть и правда полностью подготовилась. С иронией констатирует газица Алдамжаров. Этой осенью, когда суд приостановил деятельность его коммунистической партии на полгода, Демсилы уже предрекали избирательную кампанию в начале 2012-го. Ведь именно на базе Компартии их партнеры по оппозиционному движению Народный фронт планировали попасть в парламент. Теперь ставки делаются на ОСДП Азад. По этому случаю в ближайшие дни собирают форум. Чтобы они приняли участие, почему их участие нам нужно, потому что это они являются сегодня единственной партией оппозиционного характера. Ну, мягкого оппозиционного характера, ну, трудно оценить, но в крайнем случае члены этой партии себя считают оппозиционными. ОСДП поначалу выражавшие готовность к альянсу, который день хранят молчание. Интрига должна раскрыться в ближайшее время. Между тем, погружение в детали не дает представления об общей картине, рассуждает известный политолог Досом Сапаев. За парламентской мишурой припрячут главные – перетасовки в межелитных группах влияния, в том числе и правительстве. Понимаете, как и массивная позиция? Кто в его правительстве будет? Это очень важно, потому что смена правительства – это, в первую очередь, смена баланса сил межелитными группировками. Это больше отражается именно на правительстве, чем на депутатах. После известия о распуске межелиса, лидеры партии демонстрируют амбиции. Депутаты из Нур-Утана кокетничают, говоря, что готовы потесниться в парламенте для выходцев из других партий. Вероятнее всего из Акжола, озвучивает прогноз Сапаев. Но досрочные выборы неинтересны для аналитиков, резюмирует эксперт. Это как раз тот случай, когда роли распределены задолго до спектакля. Ольга Рашева, Дмитрий Курабаев, Алматы, Казахстан. Между тем, в самой партии ОСДП «Азад» бушуют страсти. Мало того, что дуэт социал-демократов и «Азатовцев» так и не зарегистрированы, официально баллотироваться может только ОСДП, так еще и в Астане ряд членов политорганизации заявили о создании фракции внутри партий-ячейки. Размежевание в столичном филиале произошло по идеологическим причинам, поясняют активисты. Они считают, что глава филиала «Алибаев» уподобляется некоторым руководителям страны, используя в работе авторитарные методы управления. Конфликт продолжается больше года, но так и не привел к логической развязке. Люди не нашли ничего другого, как создать свою фракцию под названием «Жана Толкен. Новая волна». Их интересы, как членов партии, не могут не учитываться на предстоящих выборах, считают толкеновцы. Конечно же, понимаем, что в этот период электоральный, он уже приближается. И сейчас очень важно нам донести до широкой общественности позицию «Жана Толкен», чтобы, если политическая партия ОСДП «Азад» будет участвовать в этих выборах, она должна учитывать также мнение своих членов, пусть они немножко отличающие от позиций руководителей некоторых филиалов, но это позиция членов партии, фракции «Жана Толкен», и она должна использовать их в своих программных документах. Время для проведения досрочных парламентских выборов избрано не случайно, считает лидер регистрируемой партии ОЛГА Владимир Козлов. Правящая верхушка опасается растущей социальной напряженности населения. И чтобы их смягчить ситуацию, принимают решение в сжатые сроки сделать Можилис многопартийным. Я думаю, что основной причиной является неуверенность власти в том, что какие-то даже не столь отдаленные периоды времени будут благоприятны для каких-либо политических подобных инициатив. Точно так же власть заспешила в прошлом году. То есть власть спешит, власть куда-то спешит. И это значит, что у власти просто уже нет времени на раздумия, на какие-то долгосрочные планы и прочее. То есть она хочет прямо сейчас сделать какие-то заделы для себя, которые бы обеспечили ей хоть какую-то продолжительность жизни в ближайшем будущем. В том, что следующий год будет критическим, уверенный активист движения «Оставил народу жилье» Айнур Курманов. Он кронитизирует власти и опасаются роста протестных настроений. В 2012-м митинги и забастовки охватят не только Мангостаусскую область и нефтяную сферу, но и другие отрасли экономики и регионы. Это связано в первую очередь с активизацией социальных движений. Кроме того, население уже недовольно тем, как правительство ведет социально-экономическую политику, объясняет эксперт. Я думаю, что, во-первых, количество самих неплатишеспособных заемщиков увеличится в связи с тем, что новая волна кризиса, вернее, которая уже давно идет, кстати, она, видимо, погребет последние остатки среднего и мелкого бизнеса. Ну и таможенный союз, как таковый, сыграет свою роль. Плюс коммунальный тарифы больно ударили по пенсионерам, по незащищенным социальным слоям общества. Я считаю, что будет активизация в том числе и безработных, безработной молодежи. Не только в Алма-Ате, но и в ряде других регионов страны. Ну и вы правильно отметили, это жители пригородных микрорайонов, но не только вот этих фундаментщиков и тех, которые борются за земельные участки. Ну и также власти не зря об этом всегда говорят, когда приписывают внутренних мигрантов к социально опасным элементам. Против распуска Мужелиса сегодня высказался Павлодарский правозащитник Юрий Павленко. Он считает, что увольнять депутатов и проводить досрочные парламентские выборы не было необходимости. По мнению правозащитника, никаких причин для распуска нет, а то, что все говорят о предстоящем экономическом кризисе, вовсе не значит, что он произойдет. Как говорит Павленко, депутаты должны были, должны бы вернуться к работе. Тогда можно было бы и сэкономить деньги, выделенные на досрочные выборы, и потратить их на нужды населения. При этом уверен, общественник за распуском Мужелиса кроется другие цели. По его словам, с уходом народных избранников перемены наступят и в верхах казахстанской власти. Истинная причина распуска парламента, на мой взгляд, это смена высшего эшелона власти. Значит, если есть такая возможность, что можно, якобы, нашли же 53 человека, поменять парламент, значит, они сейчас будут менять и маслехаты, и областные, и городские. И я предполагаю, просто ожидается смена власти высшего руководства страны. Исламинская группировка Джунт Аль-Халифат не взяла на себя ответственность за теракт в Таразе 12 ноября. В сообщении, которое появилось на форуме Аль-Каиды, солдаты халифата прокомментировали произошедшее, указав, мол, вот что может сделать один человек. Вместе с этим они продолжают озвучивать угрозы режиму Назарбаева, и высказываются, что будут и дальше вести борьбу против страны, где принят скандальный закон о религии. Мы подготовились к делу, и с разрешения Аллаха готовы продолжить борьбу для того, чтобы искоренить угнетение мусульман. Даже готовы ради этого отдать свои жизни, говорится в их заявлении. Тогда также солдаты халифата осудили предпринятую против мусульман волну арестов и обвинили республику в отсутствии политического и исторического сознания. Джунт Аль-Халифат взяли на себя ответственность за теракты 31 октября в Атарау. Их причастность подтвердила Генеральная прокуратура, сообщив, что организовали группировку казахстанцы, а скрываются они на границе с Афганистаном. После событий в Атарау солдаты вновь заявили об угрозах в адрес Казахстана и пообещали продолжить проливать кровь. МВД в настоящий момент проверяет причастность группировки к событиям в Таразе. Максат Кореев, устроивший самоподрыв в Таразе, обладал неустойчивым характером и был склонен к совершению преступлений. Именно так охарактеризовали погибшего в ДВД Жамбульской области. Однако родственники уверяют, что Кореев был спокойным, коротким человеком. По словам тети Максата, которая живет в поселке Каинды Жамбульской области, ее племянник был предпринимателем, зарабатывал на жизнь с изготовлением мебели на заказ. Также, по словам женщины, погибший помогал детскому дому и бесплатно делал мебель для мечети. Во время обыска, проведенного в доме Кореева, были обнаружены документы, подтверждающие это. Родственница Таразского смертника также опровергла заявление полицейских о том, что ее племянник употреблял алкоголь. По ее словам, она ни разу не видела в его доме спиртное. Мать Кореи Волбупе накануне попросила через СМИ прощения у родственников погибших 12 ноября. Женщина до сих пор не может поверить в то, что это мог совершить ее сын. С прессой женщина теперь общается неохотно. Погибшие от рук террориста сотрудники конной полиции Тараза были безоружными. Об этом признали сегодня в Министерстве внутренних дел. Помятуя, похоже, о том, что лучше поздно, чем никогда, на традиционном брифинге ведомства сообщили, после субботних событий на юге страны, конные и пешие патрули Казахстана полностью будут обеспечены табельным оружием. В связи с тем, что сотрудники конной полиции заступили на службу в парковой зоне, в общественном месте, в местах возможного скопления людей, они не были вооружены огнестрельными оружиями. В настоящее время все патрульные наряды полиции, органов внутренних дел обеспечены табельным оружием. И сегодня же в главном силовом ведомстве сообщили, что за отвагу при задержании террориста семеро полицейских ДВД Жамбульской области представлены госнаградам. Трое из них посмертно. Между тем, в стране усилены меры безопасности. После теракта в Таразе органы внутренних дел переведены на особый режим несения службы. Сохранится он вплоть до празднования Дня Независимости. В числе других антитеррористических мер масштабная проверка оружейных магазинов по всей стране. Все оружейные магазины находятся под контролем органов внутренних дел, которыми выдаются лицензии на осуществление торговли оружием. На следующее время органы внутренних дел проводят дополнительное обследование магазинов на предмет их технической укрепленности и оснащенности охранной сигнализации. А полицейские Южного Казахстана намерены оказать материальную поддержку родным коллег погибших в Алматы и Таразе. На специальном совещании личного состава Департамента внутренних дел региона решено перечислить однодневную заработную плату. Неделю назад, 8 ноября, в Алматы были убиты два сотрудника патрульно-постовой службы. Следствие не исключает, что это дело рук религиозных экстремистов. Спустя несколько дней в Таразе в результате перестрелки и теракта погибли еще пять силовиков. У всех были жены и дети. Акцию южноказахстанских полицейских поддержали сотрудники охранного агентства «Кузет». Общая сумма помощи составила свыше 60 тысяч долларов. Мы все понимаем, что никакие деньги не восполнят такую тяжелую утрату. Но все-таки мы хотели бы хотя бы маломальско уделить внимание, напомнить семьям, что мы помним их, и что их имена, имена их мужей, отцов останутся навеки в памяти их коллег. В Астане объявили о создании новой неправительственной организации, которая поможет решить духовные проблемы. Конгресс религиоведов Казахстана провел сегодня свой первый форум. Наряду с призывами к межконфессиональному согласию здесь звучали далеко не мирные речи. Замзагуля Бедрахманова продолжит. С минуты молчания по погибшим в Таразе полицейским начался первый форум религиоведов Казахстана. Профильное агентство организовало съезд на четвертый день после теракта. На нем объявлено. В стране появилась новая организация. Конгресс религиоведов. Его устав принят тут же, и теперь это НПО будет помогать государству регулировать конфликты в духовной сфере. Какую линию поведения выберет Конгресс, становится ясно уже после первых выступлений. У нас ислам ханафитского мосхава. Наше учение не имеет ничего общего с салафитами или ваххабитами. Да пусть они вовсе сгинут. Воинственный настрой Верховного муфтя поддержал имам Московской соборной мечети Марат Аршабаев. Дабы усилить впечатление, даже процитировал российского премьера Владимира Путина, признанного авторитета среди казахстанских чиновников. Их нужно истреблять. Их нужно уничтожать. Они бандиты. У них нет веры, нет нации, нет вероисповедания. О том, что агрессия порождает агрессию, главным участникам форума напоминать вроде как не надо. К прессе они подходят дружной кучкой. Видимо, чтобы всеобщими усилиями противостоять не только экстремизму, но и натиску журналистов. На главный вопрос, считают ли взрыв в Таразе реакцией на новый закон о религии, отвечают уклончиво. Мол, негативных откликов от казахстанцев агентства по делам религии получило чуть больше 1200. Остальные 6 миллионов граждан молчат, а значит, их все устраивает. Протестного настроения среди граждан Казахстана нет. Наоборот, мы получаем очень много откликов через средства массовой информации, через письма о том, что этот закон был принят своевременно. Самыми строгими критиками скандального закона были правозащитники и представители нетрадиционных религий. Но их на съезд не позвали. Тем временем, посетившие форум депутаты подчеркнули, в будущем Конгресс религиоведов будет иметь большое влияние на казахстанское законотворчество. Замзагуля Драхманова, Талабжа Купов из Астаны, Казахстан. Коалиция демократических сил Халык Майдане обратилась к президенту казахстанской общественности и международным правозащитным организациям с просьбой отменить новый законопроект о национальной безопасности. По мнению авторов обращения, текст совершенно нового для страны документа «Прийти к демократическим ценностям» – свободе слова и свободе выражения. Пункт 8. Незыблемость конституционного строя Республики Казахстан, в том числе унитарного устройства президентской формы правления. Другими словами, граждане страны, призывающие к конституционному, ненасильственному переходу к парламентской форме государственного правления, теперь будут объявлены угрозой национальных интересов. Он вообще ничего не имеет общего, этот законопроект, вот в этой редакции, который существует как досье. Он ничего не имеет общего ни с правами человека, ни с демократическими какими-то продвижениями. И скорее его можно отнести к очень реакционным документам и по динамике государства, которое такой документ примет, можно будет говорить только о том, что в этом государстве сворачиваются вообще демократические процессы. Потому что и наличие определенных статей в этом законе, и особенно их формулировка, которая позволяет просто очень широко и избирательно действовать органам, спецслужб, судам и прочим, они говорят сами за себя. Шахтерский город Тимиртау, что расположен в Карагандинской области, Министерство индустрии и новых технологий, обозначило как город с высокой степенью риска. По мнению вице-министра Бахаджана Джексалиева, в городе Металургов существует вероятность отключения от энергоснабжения нынешней зимой. Министр ПЧС Владимир Башко практически подтверждает слова коллеги и заверяет, что меры по недопущению энергокризиса принимаются. Владимир Башко прибыл в Караганду, чтобы лично проследить за тактико-специальными учениями. Напомню, в Шахтерском крае второй день всеуполномоченные структуры демонстрируют слаженную работу при устранении разного рода ЧП, которые могут возникнуть в зимний период. Министр ПЧС также отметил, что его ведомство перешло на усиленный режим и готово к любым, в том числе и террористическим проявлениям. Мы задействованы в общей системе реагирования на чрезвычайные ситуации различного характера, в том числе и террористические проявления. Это связано с привлечением пожарных сил, спасательных сил и медицинных катастроф в обязательном порядке. На фоне приближающихся парламентских выборов в протестном женаузении начались переговоры о решении проблем нефтяников. Впервые с начала забастовки в регион прибыл вице-министр труда и социальной защиты населения, который вместе с Замакима области согласился выступить посредником в разрешении затянувшегося конфликта. Переговоры о начале примирительной комиссии назначены на 23 ноября. Как только заговорили о парламентских выборах, в женаузении запахло потеплением. По крайней мере, начались двиги и назначены переговоры с бастующими 6 месяцев нефтяниками. Члены штаба по вопросам бастующих нефтяников Узен Мунойгас пообещали выступить посредниками в создании примирительной комиссии. Хотя тон вице-министра труда и социальной защиты в первый день приезда разительно отличался от сказанного напоследок. Он предлагал бастующим работу в другой компании. Почему вы не хотите пойти? Поработайте один месяц. Если не заплатят 272 тысячи, уходите. Предложение вице-министра труда и соцзащиты у бастующих нефтяников вызвало негодование. Они почти лозунгом ответили чиновнику. Нам не нужна работа, нам нужна справедливая оплата труда. Тут же зам Акима области предъявил обвинение бастующим. Якобы за их протестом на площади стоят некоторые политические силы. Это Акимат, полиция и прокуратура довели нас до политики. Наша проблема давно уже превратилась в политику. Нам нужны те, кто может решить эти вопросы. И не надо тут обманывать нас, как детей. Так и не договорившись, стороны встретились на следующий день. К бастующим Жан-Аузене присоединились рабочие Аокара Жан-Бас Мунаи и их юрист Александр Пястолов. Выступая на собрании, он сравнил трудовой спор с арифметикой для школьника. Но почему-то работодатель и чиновник по-другому толкуют общий закон, негодует юрист. Точку в этом споре можно было бы поставить давно. Если МСОД это продукты, то при чем здесь деньги, Зина? Пока неизвестно, будут ли присутствовать сами работодатели на предстоящих переговорах. Они назначены на 23 ноября. До этого директор Озен Мунаигаски Икбай Ешманов заявил, что компания более не намерена вести переговоры с уволенными. Замокима области пока не может сказать, придут или нет работодатели. 23 числа будет ясно, кто придет, а кто нет. Ситуация скорее лишь попытка договориться и начать переговоры. По закону, примирительная комиссия может приступить к работе только после того, как суды вынесут постановление о мировом соглашении. Юрист Александр Пястолов считает, что до работы комиссии работодатель обязан восстановить всех уволенных и выплатить требуемую нефтяниками зарплату. Сами басующие с удивлением восприняли тот факт, что власть пошла на какие-то сдвиги. Но вместе с тем они сомневаются в том, что работодатель пойдет на соглашение. И вся эта шумиха с примирительной комиссией не окажется маневром с целью затянуть время. Ведь через два месяца страну ожидают парламентские выборы. Алман Цапарбаев, Данеш Байбулатов, Виктор Гудз, Жана Узень, Казахстан. Карагандинским металлургам отказали в проведении митинга. Профсоюзы компании «Арселор Митал Тимиртау» подавали заявку в Акимат 19 ноября в аккурат к приезду в регион главы государства. Акцию рабочие намеревались провести на территории предприятия и требовать повышения заработной платы. Получив отказ местных властей, профсоюзные лидеры теперь избегают общения с журналистами. В октябре на конференции трудовых коллективов компании «Арселор Митал Тимиртау» рабочие промышленного гиганта Карагандинской области выдвинули требование увеличить им зарплату на 30%. И хотя уже идет вторая стадия мирных переговоров, особых поступательных движений со стороны правления не наблюдается, говорят профсоюзные лидеры. Поэтому митинг был избран как наиболее действенная мера по процессе переговоров. Однако причину отказа не называют ни профсоюзники, ни власти города. Мне надо знать официальную причину отказа в митинге, проведении митинга 19-го. Обращайтесь на профсоюз. А вы не знаете, что ли? И пока это все. Хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok